Добрый день! Приветствую всех интернет-зрителей нашего канала. Мы продолжаем серию познавательных информационных эфиров «Научите детей видеть ложь». И здесь, в этой студии, мы обсуждаем очень важную проблему. Это проблема сексуального насилия и эксплуатации детей. И здесь со мной, как и всегда, присутствуют эксперты. Сегодня у нас очень много гостей, сегодня максимальное количество. Это значит, будет много мнений, много вопросов. И вы не забывайте свои вопросы писать в комментариях, и мы на них ответим. Давайте знакомиться с теми, кто сегодня у нас в студии. И сегодня у нас присутствует психолог-координатор реабилитационного центра представительства МОМ в Республике Беларусь Наталья Крилович. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущий специалист по профилактике социального сиротства СОС детской деревни в Беларуси Олеся Чернявская. Психолог учреждения пространства успеха Наталья Демьянова. Здравствуйте! Врач-психотерапевт Татьяна Маковская. Здравствуйте! Это наши эксперты. Это наши эксперты, это те, кто будут отвечать на вопросы, на мои вопросы, на вопросы ваши, которые вы писали заранее, и, конечно же, на вопросы гостей. Сегодня у нас в студии обязательно присутствуют звездные гости. Это родители. Давайте с ними знакомиться. Это музыкальный продюсер фестиваля «Рок за бобров» Руслан Стариковский и его жена Елена Гайда и художница. Здравствуйте! Также у нас сегодня в студии дизайнер женской одежды, мама двоих детей, Светлана Бастрикина. Здравствуйте! Уважаемые гости, задавайте любые вопросы. Если вам кажется, что вопрос глупый, задайте его, эксперты с ним справятся и ответят. Если у вас что-то наболело, что-то, может, где-то есть реальная ситуация, спрашивайте, мы на все ответим. Также, конечно же, с нами молодые люди. Во прошлом эфире они с нами присутствовали, и мы пригласили еще несколько выпускников летних лагерей «Изучай, действуй, поделись». И сегодня они с нами. Здравствуйте! Давайте я вам их тоже представлю. Это Алина Метнер и Кристина Татуева. Здравствуйте! Про летние лагеря мы вам рассказывали в прошлом выпуске. Это специальный проект от представительства МОМ в Беларуси. О нем рассказывала Махым Аразмухамедова. Посмотрите, в прошлый выпуск тоже много полезной информации. Ну и помимо гостей сегодня в студии, сегодня у нас и так много гостей, но мы решили еще связаться с экспертами, которые находятся в городе Бресте. Мы сейчас в Минске, они в Бресте, и сейчас мы с ними свяжемся, и также я вам их представлю. Да, здравствуйте! Вы нас слышите? Да, слышим. Отлично, отлично! Итак, прямо из Бреста с нами на связь вышли представители общественного объединения Клуб деловых женщин города Бреста. Это социальный работник Валентина Пухтеева и психолог Светлана Исаенко, а также адвокат Алина Цуприк. Вот такие вот люди сегодня с нами, они с нами на связи, они также помогут нам разобраться в важной теме, в важной повестке сегодняшнего эфира. Первый эфир у нас был под названием «Насилие существует», второй эфир «Насилие происходит». И сегодня, пожалуй, самая важная, самая вот ценная вещь этого не должно быть. Сегодня поговорим о том, что же делать, чтобы предотвратить, чтобы вообще не произошло такой ситуации или ее избежать. Ну, у нас сегодня, пользуясь случаем, с нами на связи адвокат Алина Цуприк. Алина, здравствуйте! В Беларуси во многом стали пересматриваться методы допроса несовершеннолетних потерпевших. И главным прорывом в этом опросе явилось внедрение в уголовное производство дружественных форм опроса. Для реализации этого были созданы дружественные комнаты допроса несовершеннолетних при средственных комитетах. Их смысл состоит в том, чтобы максимально уменьшить количество опросов детей, чтобы ребенок на средстве допрашивался один раз. То есть такая дружественная комната выглядит следующим образом. Не знаю, говорили ли в прошлом эфире об этом. Ну, я вкратце расскажу. Это две смежные комнаты. В одной комнате, которая обустроена специально для ребенка, там находятся какие-то диваны, кресла, мягкие игрушки. То есть максимально уютная комната для ребенка, где происходит непосредственно опрос ребенка. То есть в этой комнате с ним присутствует, например, психолог, специально обученный, который производит опрос. В соседней смежной комнате находятся уже специалисты, например, следователь, которые через камеру наблюдают, либо через зеркало, которое только с одной стороны видно, наблюдают за ребенком и за процессом опроса. Также ведется, самое главное, это видеозапись данного опроса. Психологи, которые опрашивают таких детей, они специально обучаются именно проведению данного вида опросов. Он несколько ступенчатый, специально разработанные для этого есть вопросы. Они еще разработаны были в США. Возможно, есть их несколько видов. Но вот у нас в Беларуси используется данный вид опроса. Далее данное видео может быть использовано как главный источник, скажем так, доказательств в уголовном деле. Смысл этого опроса состоит в том, чтобы ребенка опросили один раз, а далее следователь мог просматривать данное видео. А самое главное, это видео предоставить в суд, для того, чтобы ребенок повторно не вызывался в судебный процесс. Потому что для него это повторная травматизация, которая, конечно же, нежелательна. И в суде есть возможность просмотреть данный опрос вместо показаний ребенка. Ну, вот такая практика, скажем так, сейчас в наше уголовное производство внедряется. Сейчас мы здесь обсудим этот момент в студии. Вот среди экспертов, которые здесь с нами, скажите, может быть у вас на вашем опыте было как раз проведение таких опросов? Или может ли вообще сторонний специалист участвовать в процессе следствия, то есть подключаться к нему? Ну, в нашей организации опросы проводятся постоянно, потому что сейчас в СС детских деревнях уже открыты и работают две комнаты опроса, о которых как раз упоминалось. И мы уже готовы открыть еще третью. Да, как раз так вот оно и происходит. То есть представитель правоохранительных органов привозит ребенка с соответствующими документами. Специалист, да, это может быть и психолог, может быть и любой иной специалист, но со специальной подготовкой, потому что опрашивать ребенка может только человек, который готов к этому. К опросу, кроме всего структуры опроса, есть еще и определенные требования к тому, как задавать вопросы, какие вопросы задавать. Это все происходит в очень тесном контакте с представителем правоохранительных органов, потому что на момент, когда привозится ребенок, специалист практически ничего не знает о ситуации, и уже именно представители правоохранительных органов он формулирует для специалиста, в каком направлении следует именно задавать вопросы. А уже специалист, понимая особенности ребенка, понимая ситуацию, он уже формулирует так, как необходимы эти вопросы для того, чтобы собрать информацию максимально правдивую. К сожалению, надо отметить, что процессуальное законодательство, уголовно-процессуальное законодательство все равно требует о том, чтобы ребенок допрашивался еще раз. То есть мы не можем сказать ребенку о том, что вот тебя один раз в комнате опроса опросили, и дальше никто с тобой о данной ситуации беседовать не будет. Да, ребенок опрашивается, но тем не менее с каждым годом людей, квалификация специалистов и представителей правоохранительных органов, она с каждым годом улучшается в этом вопросе. И многие специалисты, уже понимая момент повторной травматизации ребенка, делают все для того, чтобы действительно уменьшить эту травму. И сейчас даже в нашей практике был такой момент, когда судья отказал в вызове ребенка в суд. Хотя чаще всего ребенка все-таки вызывают в суд, и он присутствует на судебном заседании, и там есть другие свои сложности, которые бы тоже хотелось бы сказать. Но мы как организация, как специалисты, понимающие о том, что ребенку нужна поддержка, мы стараемся максимально на всех этапах сопроводить и семью, и ребенка, для того, чтобы это было реально менее травматично. То есть ваш опрос, вот этот в комнате дружественного опроса, это является элементом следствия? Это такой сложный законодательный момент, потому что комнаты опроса, комнаты дружественного опроса, они в настоящее время детально и четко в законодательстве не прописаны. Это как, будем так говорить, как акт доброй воли, как жест доброй воли, для того, чтобы уменьшить травматизацию ребенка. Я хочу дополнить, почему это должны делать именно подготовленные специалисты. Причем на самом деле это не всегда может быть психолог, это может быть и сотрудник правоохранительных органов, который прошел специальную подготовку. В первую очередь, потому что сам человек, который проводит опрос, слыша то, что рассказывает ребенок, тоже может получить психологическую травму. И для того, чтобы быть готовым к таким событиям, чтобы уметь вести дальше, чтобы справиться со своими эмоциями, именно для этого нужна специальная подготовка, а не просто привлеченный специалист в области психологии, например, или юриспруденции, потому что нужна внутренняя стойкость для того, чтобы это все проводить. То есть это какая-то еще отдельная подготовка, конкретно в этом вопросе? Да, это отдельная подготовка, причем необходимо… Многоступенчатая. Да, многоступенчатая. Необходимо отметить, что даже просто подготовиться, пройти какой-то определенный набор занятий и потом проводить эти опросы постоянно, и ты будешь говорить о том, что ты все знаешь, все умеешь, нельзя. То есть мы, например, сейчас в организации, мы практикуем такие супервизируемые встречи для специалистов, которые проводят опросы, потому что даже имея большой опыт в проведении опросов, люди, которые опрашивают детей, нуждаются в поддержке, нуждаются в сопровождении и нуждаются в том, чтобы помогать им повысить свою квалификацию, повысить свои навыки в опросах детей. Я бы хотела немножко добавить по судебному процессу. Дело в том, что вы правильно отметили, что данные опросы, которые проводятся в дружественных комнатах опроса, наследствия, по которым записывается видео, являются у нас доказательством в уголовном деле, они приобщаются к уголовному делу, и наследствия, по крайней мере, стараются, действительно стараются опросить ребенка один раз, далее его не травмировать. Но, к сожалению, не все суды принимают данные видео как единственный источник доказательств и просят все-таки, чтобы ребенок присутствовал в суде, чтобы он дал показания лично. Знаете, я вела таких много процессов, и скажу вам, что, тем не менее, у нас есть такая 332-я статья Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает, что несовершеннолетний ребенок может быть опрошен в отсутствии обвиняемого. Обязательно нужно использовать эту студию, заявлять данное ходатайство в суде. И во всех процессах, в которых я участвовала с детьми, ни один ребенок не был допрошен в присутствии обвиняемого. И вообще ребенок не сталкивался с обвиняемым. То есть мы вообще не заводили детей в суд, в смысле в эту комнату, где находится обвиняемый, где происходит судебное разбирательство. Ребенок находился в отдельной комнате, затем я заявляла данное ходатайство, обвиняемого выводили, и затем только заводили ребенка, которого в достаточно дружественной атмосфере, в принципе, допрашивали, опрашивали, опрашивал суд, получается. Ребенок рассказывал, дальше его уводили, затем только заводили обвиняемого, и ему рассказывалось о том, какие показания дал ребенок. То есть вот таким вот образом единственный у нас способ сейчас защитить ребенка в суде. Но были, их очень мало, конечно, пара уголовных дел, по которым даже детей не вызывали в суд. Но там были другие нюансы, в том числе и признательные показания обвиняемого. Спасибо за ваши комментарии. Давайте перейдем от вопроса именно следствия, к которому мы более коснулись в прошлом эфире. А сейчас мы говорим конкретно о теме сегодняшнего дня, это как не допустить этого. И теперь самый важный вопрос. Вообще, что делать, и кому, и всем, или кому-то определенному, что делать, чтобы сократить количество таких происшествий, или не допустить? И вообще реально ли это? Мы про это уже говорили, и не единственное, что самый главный человек в жизни ребенка – это его родители. И поэтому понятно, что хотят родители, не хотят, но это именно их задача – начать разговор с ребенком про это. Хотела бы просто обозначить четыре таких базовых вещи. Прежде всего, это родителю необходимо разграничить очень четко с ребенком круг, кто такие незнакомцы, кто такой малознакомый человек, кто такой близкий родной человек, чтобы ребенок очень четко понимал. Потому что, как мы уже говорили о том, что насилие очень часто идет от малознакомых людей или от близких людей. Следующий момент – это надо объяснить ребенку, как выглядит опасный человек. Очень часто мы представляем, что опасный – это с одним глазом, одной ногой, бандит, мужчина и так далее. На самом деле опасный человек – это, к сожалению, может быть любой человек. И вот тут, причем это не обязательно мужчина, это может быть и женщина. Как в России провели тот же самый эксперимент, когда на детской площадке подходили к детям, разговаривали, и даже при наличии рядом родителей все дети абсолютно спокойно уходили с этим человеком, которого не видели впервые, но он представился, ребенок сказал, как его зовут, и все. И ребенок уже понимает, да, это уже знакомый человек, я могу с ним пойти. Мне же говорили, что я с незнакомцами не могу пойти. Следующий, третий момент – это то, что не стоит сразу говорить детям о том, что ни в коем случае не говори со взрослыми. На самом деле ребенку надо учиться и уметь разговаривать со взрослыми. Тут другой момент, что ребенку следует объяснить о том, что со взрослыми можно разговаривать, но если взрослый переходит, начинает говорить, задавать личный персональный вопрос, а что у тебя, а как зовут твоих родителей, а что у твоих родителей. И вот это вот пунктик, который должен осторожить ребенка, и он уже должен определенные действия предпринимать. Ну и последнее – это как ребенку следует разговаривать с людьми, которые подошли и начинают с ним вести беседу. Это касается и интернета, это касается и непосредственного общения на улице. Тут очень важно, есть так называемое правило трех шагов. То есть сказать нет, уйти, рассказать взрослому, которому ты доверяешь. И это правило трех шагов действует как на непосредственное общение с человеком, так и на общение в сети интернет. Не только родители должны вести вот такие профилактические беседы, но мне кажется, нужно дать еще ребенку шанс, чтобы кто-то еще мог дать информацию такую, например, учитель в школе, или психолог, или соцработник, для того, чтобы если в семье, скажем, не очень хорошие отношения, или ребенок боится рассказать родителям, или если ситуация складывается таким образом, что насильник и является одним из родителей, то у ребенка должен быть вот этот шанс обратиться к кому-то еще. Возможно, должны быть и в детских садах воспитатели или те же психологи, которые будут владеть тоже такой информацией и обращать внимание на детей, которые как-то могут вести себя не так, как обычно, например. В дополнение тоже. Для того, чтобы справиться с проблемой, по сути дела, настороженность должна быть абсолютно у всех в обществе. То есть когда мы говорим об этой проблеме, когда мы не закрываем на нее глаза, например, мы, естественно, наше внимание начинает сосредотачиваться на каких-то мелких знаках, симптомах, которые как раз и могут вовремя обнаружить какие-то моменты, чтобы они не привели эти действия к еще более худшим моментам. Поэтому это касается в дополнение даже не только родителей, не только специалистов, которые работают с детьми, но в принципе всех взрослых. То есть у человека может не быть детей, например. Он может не работать в какой-то социальной сфере. Но это может быть соседка, которая, не знаю, технический работник, и она просто общается с ребенком, соседом, и может увидеть, заподозрить какие-то моменты, элементы, которые… и остановить вот этот процесс на самом раннем его этапе. То есть настороженность в принципе всего общества по поводу этой проблемы может снизить риск того, что это будет совершаться с детьми. Я хотела бы немножко масштабировать или вопрос, или ответ, потому что прозвучал запрос, как нам сделать так, чтобы этого не случилось. Ну, наверное, к сожалению, чтобы вообще не случилось, этого избежать невозможно, но минимизировать последствия, я бы предложила посмотреть более масштабно на уровне государства. То, что мы сейчас говорили, это уровень семьи, это уровень социума, то есть детского сада или школы, но хорошо бы масштабировать эту проблему и посмотреть, что делает государство, в каких масштабах и в каких объемах объемах профилактируют, превентируют эту проблему. Где билборды большие с телефонами, допустим. Опять же, здесь ссылались на опыт российского исследования, американские какие-то приводились, там адаптированные методики. Я тогда сошлюсь на опыт Украины, нашей ближайшей соседки. У них 1 сентября, из году в год, каждый год в первый класс, 10, 11, 5, 6, неважно какой, проводится День знаний. И в Дне знаний каждый год проводится урок безопасности, где всем детям рассказывается, какой есть телефон, какой есть сайт, куда они могут обратиться в случае угрозы опасности жизни, здоровью. Им раздаются закладки в книжку, то есть вот этот телефон всегда перед глазами у тебя в учебнике. Им даются наклейки на обложку дневника, тетради. То есть таким образом даже в масштабах государства к этому привлекается внимание, и проблема профилактируется. Мы же, как правило, работаем уже по следам того, что случилось, к сожалению. Хорошо, спасибо большое за комментарий. Смотрите, да, вот тут мы масштабировали сейчас благодаря вам, а давайте немножко наоборот сузим. Вот вы говорили о том, что да, понятное дело, первым человеком, который должен рассказать и объяснить и научить, это должен родитель. А, может быть, были ли такие ситуации вообще, ну, может быть, это возможно в теории, что родитель, ну, не знаю, не может, не знает, как рассказать, стесняется или неправильно как-то говорит. Можно ли обратиться вот на таком этапе, чтобы научить ребенка к специалисту, или этого вообще не стоит делать? Или нужно сначала родителю научиться где-то, если где научиться, например, вот так? Ну, вообще, есть то же самое, чтобы родителю научиться, есть книжка Людмилы Петрановской «Что делать, если…» И она доступна, она есть в интернете. Это и книжка, и игра. То есть это материал, который могут использовать сами родители, когда обучают, и учиться сами, и учить таким образом детей. Там разные ситуации, различные ситуации существуют. Причем мы говорили про то, что вопрос, связанный с сексуальной безопасностью, это такая же безопасность, как и любая другая. То есть ситуация такова, что родителям следует вот как бы вот на одном уровне эти все вещи просматривать. Плюс, например, наша организация, она предлагает для родителей, которые получают поддержку, предлагают сертифицированный курс «Сильные родители, сильные дети». И родители, которые участвуют в этом курсе, они учатся. Они учатся быть родителями, они учатся замечать те моменты проявлений, которые, возможно, могут появиться у ребенка и будут свидетельствовать о насилии по отношению к нему. Они сами учатся ненасильственному методам воспитания. Я думаю, что такие курсы есть не только у нас, но есть те же самые социально-педагогические центры, они есть в каждом районе в республике, где специалисты также предлагают для родителей различные курсы, где они могут поучиться, где они могут даже прийти и задать вопрос и получат грамотный ответ. У нас в республике существует более 50 центров дружественных подростков, в которых также освещаются вопросы вообще сексуальной грамотности. И там медицинские специалисты, которые могут ответить на другие, более глубокие, может быть, вопросы, если вдруг они волнуют родителей, подростков, ну и детей даже и раннего, более младшего возраста, я думаю, что не откажут в этой помощи. Поэтому можно обращаться и в эти центры. Я просто почему спрашиваю про родителей, пока мы общались, задумался, вспомнил о своем детстве, мне не говорили, то есть не обучали, прям вот о том, о чем мы говорили вчера и позавчера, мне как будто бы это надо делать, ну это же надо делать, правильно? А давайте вот у родителей, которые здесь находятся, просто поинтересуемся, как вы общались со своими детьми, рассказывали что-то про сексуальную безопасность, вообще был ли такой разговор? У нас был, наверное, первый эпизод, мы когда поехали к родителям на все лето, сейчас пандемия, то есть мы уехали в деревню и у старшей дочки 12 лет, она завела, ну, инстаграм, то есть общение, чтобы с одноклассницами, и пришел ей запрос по геолокации, то есть она обозначила деревню, и тут раз, когда девочка появилась, говорит, о, я тоже здесь. И они где-то переписывались несколько дней, она нам ничего не говорила. Вот, и потом мы, конечно, забили тревогу, слава богу, все, действительно была живая настоящая девочка, с которой они потом встретились, просто сам факт, что ребенок первых там, ну, день-два, он еще анализировал сам, он не пришел сразу там, сказал, о, а мне добавилась девочка, да, то есть я говорю, что они живут в этом уже мире, он изменился, я сам как бы из сферы шоу-бизнеса, в принципе, для меня это ничего нового нету, то есть у меня, в принципе, там весь бизнес продвигается сейчас только посредством интернета и соцсетей, то есть я там плаваю, как рыба, да, но я понимаю, что детский мозг немножко устроен по-другому, для него тоже такая среда, у которой он, в принципе, теряет любую понятие безопасности, потому что им кажется, ну, из телефона же к нему не вылезет, рука его не затянет туда, да, то есть у него нету вот этой, ну, дальнейшей аналитики, и они, конечно, не в открытую, она незнакомому человеку уже все написала, что она приехала из Минска, я с родителями живу там, 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 то есть очень все просто, и, конечно, после этого мы с ней провели беседу, что каждый раз, когда кто-то к тебе приходит, кого-то не знаешь, просто приди нам, расскажи, то есть все, и это гораздо, но опять же есть вот проблема, которая сейчас, мне кажется, и будет вот основной вот в этом всем, это то, что те же звезды там инстаграмов и прочих, там, тик-ток сейчас появился, да, они молодеют, и уже лидеры мнений, их ровесники, которые, в принципе, с которыми никто не работает, взять там, условно говоря, ну, там, всегда, как говорят, мы уже там стареем, говорим, вот наше поколение там было, но это правда, что там рокеры, которые начинали тоже, там, говорят, и с наркотиков, и с прочего, все равно они становились, скажем, звездами ближе там к 30-40 годам, все равно уже были и семьи, и дети, все равно была какая-то социальная программа, которые несли, ребенок, который становится в 15-16 лет долларовым миллионером, у него нет никаких тормозов, нет никаких моральных принципов и прочее, у нас ребенок еще 12 лет, уже пора, конечно, максимально, но мы стараемся все равно не, наверное, правильно, неправильно, но не рассказывать страхи про то, что есть какие-то существуют там злые дядьки и прочее, мы просто, мы просто, опять же, в игровой, большей форме… Они как раз-то добрые существуют, и эти добрые, и в результате становятся потом насильниками. Вот я, кстати, хочу дополнить, потому что очень хорошая тема поднята, что вот уже ей 12, и уже вроде как пора. На самом деле очень сложно определить такой возраст, которого нужно проводить такую профилактическую работу. И в целом, наверное, это нужно делать прямо вот с момента, когда ребенок начинает осознавать, задавать вопросы там, почему, как устроен мир и так далее, то есть до садовского возраста, то есть с этого момента. Другое дело, что нужно просто объяснять доступным языком, тем, который понятен ребенку, без особых страшилок действительно таких, а именно с точки зрения безопасности. То есть стоп, уйди, расскажи – это самые простые правила, которые, в принципе, можно донести и дошкольнику, чтобы ребенок понимал, как себя защитить в отсутствии взрослых. Ну и в то же время и потренироваться. Ведь можно же просто поиграть с ребенком, если мы говорим о маленьком ребенке. Если мы говорим о более старшем, то можно просто попробовать с ним, чтобы даже он смог определить, это опасно для него или не опасно. Придумать даже фразы какие-то. Придумать фразы. Приложение какое-то создавать. Если мы говорим про игровой формы для родителей, например. Мы об этом поговорим, у нас такое есть. В моей практике впервые родители начинают обращаться, когда происходит первый этап психосексуального развития ребенка, это где-то 4, 5, 6 лет, когда они начинают показывать свои половые органы. Они могут показывать друг дружке, в детских садах довольно часто это так проигрывается. Где-то дети рассказывают родителям, где-то это проходит мимо. И когда происходит ситуация ребенок, то есть родитель узнает, то обращаются, как себя вести и что при этом дальше предпринимать и вообще как рассказать. Мне здесь помогает так называемое правило личных частей тела, которые имеются для дошкольников и для школьников. Я очень корректно родителям это объясняю. Где самый простой, начинаете даже так. Есть правило личных частей тела. Объяснить, что личные части тела это то, что находится в трусиках. Доступным языком ребенку-дошкольнику. Эти правила, если, например, друг показывал, эти правила, наверное, этот мальчик еще не знает. И очень хорошо, что ты мне рассказал, и мы сейчас с тобой про эти правила поговорим. И именно до школьного возраста эти правила начинаются именно с слова «нельзя». Где очень так спокойно и комфортно ребенку объясняем. Первое. Нельзя показывать личные части тела другим людям. Здесь мы уже можем тоже решить, другие люди – это кто. «нельзя трогать» своей личной части тела, когда это видят другие. Третье. «нельзя трогать» личные части тела другого человека или других людей. И четвертое. «другие люди не должны трогать твои личные части тела». Это четыре правила, которые я с родителями записываю. И дальше мы уже в зависимости от ситуации можем проговорить, как можно это донести, как это можно поиграть. Из этих четырех что только может быть одно сказать, или два сказать, или три сказать, или четыре, в зависимости от этой ситуации. Но здесь вот именно начинаем с того, что есть правила. Я иногда родителям предлагаю даже сказать слово «есть закон». «закон». Мы будем стараться этот закон исполнять, исполнять эти правила, так как тогда будет всем очень даже приятно, хорошо и комфортно. Итак, поговорили мы с вами о том, что нужно рассказать ребенку, какие правила есть, рассказали, где их найти. И касались мы уже в примерах, в обсуждениях темы интернета. Мы сейчас с вами говорили про реальные какие-то моменты, встречи, то есть как показать, что нельзя и так далее. Но есть интернет, да, все мы с вами понимаем, он сейчас очень сильно развивается, уже мы чего-то не понимаем, что там происходит. Как защитив ребенка в реальности, то есть научив его поведению, научив его говорить нет и так далее, как вот туда добраться, как там защитить, есть ли какие-то методы и навыки? Я помню, 2006-2007 год только вот появились социальные сети, ВКонтакте. Вот как раз-таки тогда уже помню, мне писали какие-то там дяди, да, хотя я была несовершеннолетняя. Наверное, все-таки где-то в школе и на подсознательном уровне отложилось, что, ну, если взрослый дядя, то, ну, никакого общения быть не может. И в рамках лагеря «Изучай, действуй, поделись» у нас был такой курс про безопасность в интернете, и там было очень хорошее правило, что все, что вы постите в интернет, хотя бы даже просто туда залили на 5 секунд и удалили, все остается в интернете навсегда. И вот это вот тоже очень, я думаю, что важно сейчас этому поколению объяснить это. Также есть настройки приватности, да, то есть своих страничек, тоже максимально, то есть ограничить, ну, то есть различными этими настройками, плюс вот как, ну, для девушки там особенно, да, то есть я помню, ну, то есть, наверное, мне родители говорили или еще что-то, может, когда мои друзья, окружение у меня было хорошее, что, ну, то есть не нужно никаких вот открытых там, да, фотографий в купальниках, там, еще что-то. Ребенок ценен не тогда, когда он, да, то есть, что он ценен сам по себе, что он уже есть, что он существует, а не когда человек просто покупается на его внешнюю оболочку, и только тогда он, ну, вах там, ты красавчик, красавица. К сожалению, дети начинают думать, что они белые вороны, потому что те же родители, вы включите все, вот сейчас же очень популярны в мире, да, детские шоу, там, голос, дети, детское евровидение, как родители одевают на сцену своих детей. как взрослые. Они уже практически в трусах выходят. Да. И мама прямо, ой-ой-ой, там, прически, макияж делают. Взрослые. Да. Поэтому, вот тут уже такая начинается грань, когда, вот как раз, ты же говоришь, начинается, ну, извиняюсь за слово, наше старперство, если мы начинаем ребенка говорить, потому что она не понимает, почему они все могут вот с моря прислать фотки, как я там прыгаю. Губки сделать бантиком. Да. А мы будем говорить, что нет, вот это твоя ценность, твое. Но это и есть личная безопасность. Мне кажется, важно еще, чтобы дети понимали, что вот за фотографием, там, не знаю, человека, который тебе пишет, может скрываться и не ребенок, да, что там может быть и мужчина, который там в три раза старше, или там парень какой-то, который тоже старше тебя, а писать от имени там девочки или сверстника своего. К сожалению, да. Такие истории очень распространены, к сожалению, дети все равно попадаются. Попадаются, попадаются и... А еще вот я помню, да, тоже из лагеря, значит, такие были правила, то есть если ты куда-то собрался идти, обязательно, то есть предупреди, там, родителей, да, там, друзей, скинь контакты, человек, с которым ты встречаешься, да, то есть, ну, максимально расскажи о том, где будут там проходить встречи и так далее, то есть особенно, если ты этого человека никогда, то есть ранее не видел, и вот мы в рамках лагеря, мы как раз таки снимали социальные ролики, вот, на эту вот тему. Мне кажется, это опять к вопросу о том, какие должны быть отношения внутри семьи, да, что они должны быть психологически здоровыми, да, и адекватными, и только, наверное, исходя из этого, можно как-то и дальше рассчитывать на то, что твой ребенок будет как-то там рассказывать тебе, да, не будет от тебя что-то скрывать, ну, то есть все-таки семья очень важна, в первую очередь. Я хочу предостеречь родителей сейчас вот от такого желания все сразу закрыть и запретить, потому что это очень распространено, вот, дети в интернете, надо забрать у них мобильный телефон, там, контроль установить такой, жесткий, точный. Вопрос не в том, чтобы запретить интернет, потому что мы без интернета жить не будем, уже все, наш мир изменился. Когда-то, вот, ну, скажем, сто лет назад не было такого количества автомобилей, и люди, тем не менее, были несчастные случаи, люди даже могли попасть под автомобиль, который единичный там где-то в городе появлялся. И 20 км в час ехал. Да, и ехал совсем с другой скоростью. Тем не менее, были вот, аварии даже случались, но люди не отказались от этого вида передвижения, а просто придумали правила. И сейчас мы вполне спокойно живем с огромным количеством автомобилей, и никто не откажется, не скажет, что давайте мы пересядем сейчас снова на лошадь и будем добираться там из Минска куда-нибудь в другой город. Просто придумали правила. Вот на данном этапе в принципе родителям нужно просто понять, что вопрос не в запрете, а вопрос в том, какие правила ввести, какое доверие нужно установить с ребенком для того, чтобы если вдруг что-то произошло, куда обращаться, что делать, какие слова говорить, как себя защитить, и вообще, как действовать, вот действительно размещать или не размещать ту или иную информацию, понимая, какие последствия это принесет. Когда мы обсуждали груминг, то многие дети говорили, что мне писали сообщения взрослые мужчины и предлагали именно знакомство в сети интернет и потом пересылка фотографий. И предлагали также, точнее присылали им фотографии свои, сексуального характера. И когда мы разговаривали с детками, я спрашиваю, а почему, а кому об этом рассказали? И дети отвечали, что мы боимся об этом говорить родителям, потому что они обвинят нас в том, что мы допустили это. Здесь очень важный момент, что родители, нет контакта между детьми и родителями, и детки очень боятся о чем-либо говорить с родителями. Действительно, запретить интернет мы не можем, и очень важно здесь говорить с детками и не употреблять слово «нельзя» и «нет». Например, не добавляй фото в сеть интернет, не присоединяй незнакомых людей в сети интернет в друзья. К сожалению, они это будут делать, и, наверное, очень здесь разумно поговорить со своими детьми, что таким путем, чтобы исключить слово «нет». Если ты соединяешь в себе, допустим, незнакомство, незнакомство, то может быть это, это и это. Про интернет говорили, и правильно, мы всегда возвращаемся к тому, что нужно очень тесные, чтобы были доверительные отношения у родителей и ребенка, тогда, исходя из нашей беседы, все будет хорошо, максимально хорошо. Но вспомнил я вот сейчас тоже свое детство, и тоже 2005-2006 год, я сижу в социальной сети, отец не понимает вообще, как устроено все, он может выключить мне монитор и думает, что отключил компьютер, ну, условно, да. Сейчас появилось огромное количество вот этих вот родительских контролей, вот этот вот настрой к приватности. До такого доходит, что ты можешь следить за ребенком, просто все его, ну, соцсети, все его сообщения смотреть. Вот скажите, как вы по этому поводу считаете, это вообще нормально или, или вот, ну, ты же будешь знать, ты же будешь видеть, что ему кто-то написал, например, ты вечером зашел, проверил сообщение, видел какие-то подозрительные, ну, активность, там, подозрительные общения, поговорил с ребенком, как бы проблема как будто бы решена, но это вот нарушает ли границы какие-то, и вот что вы по этому поводу думаете? Из опыта тех детей, которые были у нас на опросе, то произошла вот ребенок, и с ним такая ситуация, когда родитель, когда родитель чисто случайно взял в руки телефон, ну, вот ребенок только вот им пользовался и оставил, и родитель взял в руки телефон и увидел о том, что идет переписка, где ребенок и человек с другой стороны обмениваются интимными фотографиями, и в этой ситуации как бы правильно не поступил родитель или нет, можно обсуждать, но как бы ребенок, потребовали у него комментарии, более информации, и человека, который был привлечен к уголовной ответственности за данные действия, есть масса случаев, когда уже ребенок провалившись в эту ситуацию, когда ребенка требуют или деньги, или еще фотографии, и это становилось как бы достоянием, и родители уже предпринимали совместно с правоохранительными органами какие-то действия, то есть ну тотальный контроль я, например, я против тотального контроля, но то, что родители, мы про это говорили, то, что родитель должен быть на чеку, то, что родителю следует ловить малейшие какие-то детали в поведение ребенка, изменение в пользовании гаджетов, создание секретных чатов, аккаунтов, изменение, например, аватарку, изменение аватарки, когда это становится депрессирующей какие-то фотографии, то есть когда у ребенка появляются какие-то подарки, которые родители абсолютно не давали деньги, когда ребенку звонят незнакомцы или пишут незнакомцы, и ребенок им отписывает, когда ребенок начинает дружить с людьми, с которыми только ребенок и еще человек дружит, и больше нету каких-то дополнительных друзей, то есть эти все вещи должны родители насторожить, и тут уже возможны разные варианты, когда родители и требуют просто ультимативно у ребенка телефон или планшет, и помогают ему с этим страхом, ужасом, в котором ребенок живет, справится. Это опять же разговор идет про доверие, потому что если между родителем и ребенком изначально строятся отношения такие, что ребенку не страшно рассказать, что бы ни случилось, о каких-то своих промахах, ошибках, и родитель достаточно спокойно, адекватно реагирует и просто помогает, направляет, корректирует поведение, то в принципе тогда не придется требовать строго давай покажи мне свой аккаунт, телефон и так далее. Скорее всего, он расскажет. Скорее всего, если вдруг будет какая-то сомнительная момент в интернете, ребенок придет к родителю и начнет об этом говорить и обсуждать. Это один момент. С другой стороны, для того, чтобы этот доверительный контакт установить, родители очень часто требуют доверия только с одной стороны. Начинают спрашивать, ты мне расскажи, как у тебя там дела, начиная с детского сада, школы, но при этом совершенно не рассказывают про то, что происходит в их жизни. И мы же знаем, что дети видят, дети делают. Дети видят и учатся на образе и подобии родителей. Соответственно, для того, чтобы установить, все очень просто. Начните с детьми делиться своими впечатлениями, своими переживаниями, своими открытиями в том же интернете, например, какими-то сложными случаями. настолько, насколько ребенку это будет понятно и доступно. И ребенок по образу того, что можно делиться всякой информацией, точно так же в сложной ситуации придет и расскажет об этом. Так, есть комментарии, да? Отлично, подключаемся к Бресту, послушаем вас. У меня два комментария. Первый комментарий будет касаться функции родительский контроль. Здесь нужно все-таки различать для детей, какого возраста он уместен, потому что он в самом деле уместен. Если ребенок 6-7-8 лет, конечно же родительский контроль необходим. Но ребенок 14-15 лет, 16, он всегда знает, как обойти. Он может зайти с другого гаджета, попросить у друга, как угодно. Поэтому здесь нужно подходить дифференцированно к функции родительский контроль. Что касается вот этого базового доверия, мы сегодня практически целый день говорим, нужно доверять детям, дети должны доверять нам, нужно начинать с себя. Все это замечательно. Замечательные слова. Но родитель тоже как осколок бывшего Советского Союза, не настолько открыт даже перед своими детьми. И вот как ему начать о себе, о своих чувствах говорить ребенку, ему тоже очень сложно. И вот здесь в самом деле можно обратиться за помощью к специалистам. И я опять кто о чем, а я о своем. где помощь для родителей, про которую родители знают. Вот мы все знаем 103 это скорая, 102 это милиция, 101 это газ, 112 безопасность тотальная и так далее. А где горячий какой-то телефон, короткий, который может сразу, не надо там листать и набирать 8 цифр, 9 или 10, а сразу можно нажать и получить квалифицированный ответ. А если не ответ, то по крайней мере мне скажут по какому телефону мне позвонить или куда сходить и там я точно получу квалифицированную помощь. Может быть это вопрос даже о том, что мы мы я сейчас говорю о взрослом населении не столько не информированы сколько не образованы в плане родительских компетенций. Ужасные вещи говорю, но о них нужно говорить. Можно еще добавить про личный опыт и про доверие я согласна, что это необходимо в наше время. Тем более, что злоумышленники часто бывают и не из Республики Беларусь, а из других стран по интернету связываясь с нашими детьми, высылая и фотографии порнографического характера и так далее. И таких людей сложно и практически невозможно и установить и остановить. Смотрите, по поводу интернета мы с вами говорим, говорим много по поводу интернета, по поводу того, что, ну да, с точки зрения вот этих вот происшествий, скажем так, ну, опасное место, опасная среда, но тем не менее в интернете можно найти много полезной информации и одной из такой полезной информации одной вещью является тест-игра, о которой вы спрашивали. Мы разработали к этому нашему марафону, к этому образовательному процессу тест-игру, научите детей видеть ложь. И сейчас мы попробуем сыграть, давайте пару ситуаций разыграем, там ситуация и нужно просто выбирать, что делать с точки зрения родителей и с точки зрения ребенка. Представили, что вы ребенок, можете отвечать вместе. Заводишь аккаунт в соцсети, регистрируешься в онлайн-игре, какие персональные данные опубликуешь. Напишу все о себе, как можно подробно. Первое. Ну, это вы как из своего детства, да? Вот комментарии, комментарии, что твоя персональная информация может стать доступной для любого человека. Собственно, такой совет, ее могут воспользоваться злоумышленники, оставлять ее, естественно, нельзя. А мы говорим про то, что я ребенок, и я говорю за своего ребенка. Вы вдвоем сейчас коллективный разум ребенка. В друзья добавляется незнакомец и хочет отправить сообщение. Твои действия. Не буду принимать запросы и отвечать на сообщения. Попробую с ним познакомиться. К тому же по фото видно, что это мой ровесник или ровесница. Возможно, этот человек станет моим новым другом. Да, пожалуйста, это же всего лишь интернет. В случае чего я быстро распознаю опасность и не попадусь в ловушку. Итак, коллективный разум ребенка, что вы выбираете? Второй, наверное, да. Второй? Третий. Попробуй с ним познакомиться. Ну, давай думать как дитё. Да, думайте как дети. Я бы вообще третьего рев. Хорошо, что бы мог ваш ребенок сделать? Я думаю, что второй, он бы все равно открыл бы сообщение, прочитал бы. Пробуем. Если ты вступаешь в переписку с незнакомым человеком, неважно, какого он возраста, расскажи об этом родителям. То есть, да, нужно рассказать родителям. Вы начинаете довольно хорошо общаться. И вот уже этот незнакомец ваш друг по переписке. Через какое-то время он или она зовет тебя в гости, твои действия. Немного страшно и волнительно, но я соглашусь на встречу, ведь не хочу потерять нового друга. Соглашусь встретиться, но предложу сделать это в кафе и скажу, что со мной будет кто-то из родителей или других взрослых. Встреча – это слишком серьезный шаг. Придумаю отговорку и продолжу общаться в переписке. Четвертый вариант. С родителями бы посоветовалась. А, сначала посоветуюсь с родителями, да? В принципе, да. У нас так всегда как-то. если какая-то встреча предлагается, то второй получается. Я бы в детстве сама сделала и мой ребенок тоже бы выбрал вариант обсудить с родителем. Но, смотрите, после, например, второго варианта вы говорите о нем, он, возможно, этот может написать и сразу же обсудить с вами. Ну, давайте второй тогда. Давайте попробуем второй. Правильный, да, вариант? То есть, в принципе, тот вариант, вот второй, он может как бы отпугнуть, если это злоумышленник. То есть, он предлагает, что будет с родителями и может отпугнуть. Правильно, да? Ну, конечно же, да. Рассказать родителям это, безусловно, правильный самый вариант из всех предложенных. Не люблю общественные места и я стесняюсь знакомиться со взрослыми. Всегда чувствую себя неловко. Давай продолжим общение здесь. Такое сообщение приходит. Это как-то подозрительно, лучше прекратить такую переписку. У всех свои комплексы. Продолжу общаться по переписке. Первый, конечно. Первый, да. Подозрительное сообщение, что общественные места не любит. Хорошо, верный ответ. Результат. Пусть виртуальные друзья остаются только в сети. Никогда не соглашайтесь встретиться с кем-то, кого ты знаешь только по общению в интернете. Если ты действительно хочешь встретиться с виртуальным другом в реальной жизни, проси разрешения у родителей то, о чем вы говорили. Если родители согласятся на такую встречу, попроси их сходить вместе с тобой и предупреди об этом твоего виртуального друга. Если он действительно хочет просто общаться, то будет рад любой возможности встретиться. Встречу лучше назначить на нейтральной территории, например, в кафе. Не нужно рассказывать свой домашний адрес или идти в гости к незнакомцу. Запомните это и расскажите своим детям. Спасибо коллективному разуму ребенка. Замечательно. Давайте попробуем. Кстати, хочу добавить, у меня был такой случай, когда ребенок познакомился виртуально, к ней постучалось, человечек сказал, что девочка такого-то возраста очень похожего с моим ребенком. И как раз, причем она сказала, что он даже вообще не в Беларуси. И мы как раз ехали в эту страну и она говорит, я хочу с ней встретиться. Вот. И это было, несмотря на все наши достаточно доверительные отношения, про много чего я рассказываю ей, она рассказывает, это была определенная работа на то, чтобы мы присутствовали при встрече, чтобы она поделилась телефоном, той девочке, с которой она встречается. Вот. Но это одновременно и стало хорошим таким моментом для будущей системы, для выстраивания вообще разговора на эту тему и так далее. То есть, да, там оказался абсолютно хороший, добрый, милый человек, с которым еще много лет как бы выстраивался контакт, вот, но тем не менее, как бы, несмотря ни на что, как бы, это была наша граница и наше требование. Или, как бы, ты встречаешься и мы присутствуем, мы должны увидеть человека, мы должны увидеть как бы ее номер телефона, или тогда нет. То есть, тут, вот тут, как бы, родительская позиция должна быть очень четкая. То есть, как бы, основная мысль то, что если реально человек хочет подружиться, просто хочет подружиться, для него это не будет препятствием. Да. Встретиться с родителями. То есть, да, может кто-то, там, ребенок подумает, о, с родителями, что это такое. Но нет, если ты хочешь дружить, ты найдешь способ. Это должна быть очень четкая родительство, позиция родителей. То есть, родители очень часто, особенно, когда один ребенок, как там все уси-пуси-муси, даже в отношении 15-14-летнего. И они говорят, ну хорошо, ладно, давай, иди, сообщи, возьми с собой телефон, чтобы он был заряжен, чтобы все было, батарейка в нем. Но есть моменты, когда родители очень четко сами должны понимать, или так, или тогда нет вообще. Я абсолютно согласна с Алисой, что дети следуют за родителями, а не наоборот. Тогда безопасность будет гораздо выше. Давайте, собственно, про родителей поговорим. Итак, ситуация для родителей. Светлана, вы в роли родителя. То есть я за себя. Да, ничего представлять не нужно. Дети в интернете, вы узнаете, как родители, что ваш ребенок заводит аккаунт в соцсети, будете ли как-то реагировать на это действие? Нет, это его личное дело. Объясню, какую информацию можно публиковать о себе, с кем переписываться, добавлюсь в друзья. Запрещу заводить аккаунт, попрошу удалить. Он для нас еще слишком мал-мала для соцсетей. Второе. Была у вас такая ситуация в жизни? Ну, у меня дочка старшая завела соцсети ВКонтакте, я к ней добавилась в друзья. То есть я смотрю, какие группы, она там подписана на какие группы, что она публикует, ну и без лишнего контроля. Понятно. Итак, это правильно. Ребенку, безусловно, нужно давать свободу, но правило объяснять ему нужно. Главное, не переусердствовать, чтобы он не почувствовал себя под надзором и не пытался что-то скрыть от вас. О чем мы с вами говорили, о контроле. Добавились друзья, замечательно, следим за ним как друг. Ребенок усвоил основные правила поведения, его настроение в порядке, общение с реальными друзьями также поддерживает, но проводит очень много времени за компьютером. Что бы вы сделали в этой ситуации? Для нового поколения это нормально, я не могу на это повлиять. Первый вариант. Договорюсь о балансе между реальным и виртуальным миром и попытаюсь сделать оффлайн время интереснее. Предложу новые секции, хобби, развлечения, семейные прогулки. Ну, тут 50 на 50. А расскажите про своих детей. Много реально? Есть ли еще такая проблема? Она на самом деле, да, много сидит в интернете, у нее мало друзей, но это особенность ее характера, мне кажется. Но в то же самое время я ей предлагаю время от времени как-то жить в реальном мире, куда-нибудь сходить в кино вместе, прогуляться по городу. Но это не исключает, что она очень много времени проводит в интернете, но она рисует, она любит рисовать, и у нее там свой круг друзей, которые тоже поддерживают ее увлечение рисунком. То есть я вижу, что она нашла себе круг по рисованию, и я спокойна. Ну, хорошо, давайте так просто, что бы сейчас, к чему у вас лежит твоя душа? Я, получается, и принимаю первый ответ, и второй. Но выбираете? Выберу второй. Второй, давайте, да, немножко в реальный мир вернем, это абсолютно верное решение. Ну, конечно, как вы говорите, да, это нормально, что сидят в интернете, но, в принципе, там даже уже вопрос идет не просто там о каких-то угрозах, а о здоровье просто постоянно сидеть в интернете, лучше выйти в реальный мир. Хорошо, давайте следующий вопрос. Вы замечаете, что ребенок часто фотографирует что-то в доме, какие-то предметы домашних животных, себя, вас, на вопрос, для чего это, говорит, что для друга по переписке. Что делаем? Объясняю, почему фотографиями лучше обмениваться с реальными друзьями, но все равно не злоупотреблять этим увлечением. И второе, мне не нравится, что все в нашем доме выставлено на обозрение незнакомого человека и запрещаю отправлять фото, отберу телефон или ограничу ребенка в его использовании. Ну, с моей практики у нас наоборот. Я из себя фотографирую. У меня так как мама. Хватит, хватит, да? Поэтому на такой вопрос, наверное, первый я выберу. Первый, давайте первый выберем. Хорошо, да, это верное решение. Ну и результат. Правильно, вы знаете, что очень важно обучить своего ребенка правилам безопасного поведения в сети. Но если он отступает от этих правил, не нужно злиться или наказывать ребенка. Ну, тут, в принципе, все, как вы и поступаете. Все, как вы и делаете. Это здорово. Друзья, ссылочка на игру будет в описании. Заходите туда, поиграйте со своими детьми. Во время процесса игры вы можете обсудить эти ситуации, разобраться, как подходят ли они вам или вашим знакомым. В общем, эта игра будет полезна и для детей, и для взрослых. Заходите, пожалуйста, пробуйте, проходите и узнавайте. Много полезной информации в области, которые мы обсуждаем. Эксперты предлагали сегодня информацию искать родителям в сети интернет или же в каких-то книгах или обращаться в организации именно лично. Горячая линия наша имеет уникальную возможность. Нам можно позвонить по телефону, который постоянно был виден у вас на экране. Это 8801-201-5555. Звонки на нашу горячую линию бесплатно с любой точки Беларуси, с любого источника, хоть МТС, Велком, ЛАПИ, телефон домашний. И на нашей горячей линии работает команда экспертов, которые прошли обучение и могут помочь родителям, рассказать родителям, как правильно поговорить с ребенком на ту или иную тему, связанную именно сексуальным насилием в сети интернет. За 5 лет работы нашей горячей линии именно в этом направлении к нам поступило более 50 обращений как родителей, так и детей, которые потерпели от сексуального насилия, в том числе в сети интернет. И также еще очень важно, как говорили эксперты, проводить профилактические мероприятия. Наша организация провела более 1200 таких мероприятий именно в школах. Мы берем школы, СУЗы, ВУЗы. И охватили 35 тысяч в том числе и детей. Именно по этой тематике профилактика сексуального насилия, в том числе в сети интернет. Хорошо, спасибо большое, спасибо большое за ваши комментарии. Возвращаемся в студию. Уважаемые эксперты, расскажите, в плане профилактики. Куда звонить, куда обращаться, по-вашему, чем вы конкретно занимаетесь? Скажите нашим зрителям, где искать поддержку и помощь для профилактики этого вопроса. Работаю я в центре дружественным подросткам. Да, таких у нас центров в городе Минске в каждом районе, куда могут обратиться не только ребенок без родителей, но и сами родители, если что-то заподозрили, им непонятно, им сложно, им страшно. Можно записаться, позвонить. Таких центров у нас достаточно. Приемы у нас кондифициальные, анонимные, нигде никаких карточек не заводится, как я всем объясняю. Но если необходимо, например, специалист какого-то центра не совсем там видит или понимает что-то, например, он может перенаправить в другой центр. Если, например, как ко мне, иногда детей перенаправляют, потому что уже какая-то более сложная ситуация сложилась и проконсультировать. Так что и обращаются к нам в центр можно до 23 лет. До 23 лет. Эту информацию можно найти на сайте любой поликлиники, где эти центры находятся. Если не знаете, где центры находятся, как я всегда говорю, загуглите центры дружественной подросткам, где есть в Минске. Дадут информацию, а туда уже можно будет записаться. Тут же такой первый шаг будет. Можно обращаться в нашу организацию СОС Детские Деревни. У нас работают три детские деревни. Одна в Боровлянах, одна в Марины Горке, одна в Могилеве. И в рамках своей деятельности у нас есть телефоны для контакта. Если вы, например, проживаете недалеко от одной из наших детских деревень, то туда можно подъехать. А если вы проживаете в другом регионе Беларуси, то, пожалуйста, можно позвонить. У нас есть сайт СОС Виллиджи с Бивай. Можно даже просто вбить СОС Детские Деревни Беларусь и зайти, посмотреть. Все контакты, все телефоны выложены на сайте. Как я уже говорила, мы по запросу правоохранительных органов мы проводим опросы детей. В среднем, к сожалению, около 100 опросов в год у нас проходит. И впоследствии те родители, те семьи, те законные представители, которые согласились, мы оказываем и реабилитационную поддержку для таких семей, для таких детей до фактически максимально полной реабилитации. Причем это не только психологическая помощь, это и разные виды поддержки для того, чтобы выстроить эту семейную систему, выстроить отношения между детьми и родителями, помочь родителям понять ребенка лучше. Тут достаточно большой спектр помощи и поддержки как для ребенка, так и непосредственно для его родителей или иных представителей законов. Я представляю благотворительное социально-информационное учреждение «Пространство успеха» и в рамках деятельности в этом учреждении оказываю психологическую помощь людям, которые были затронуты вопросами насилия. То есть это и тема торговли людьми, домашнее насилие, различные другие формы насилия, как детям, так и взрослым. И в основном это сотрудничество проходит в партнерстве с другими организациями, теми, которые уже были названы, с правоохранительными органами. Поэтому точно так же можно найти, обращаться через партнеров, либо загуглить на сайте. Можно. На самом деле от лица выпускника лагеря, в котором я поучаствовала буквально этим летом, могу сказать, что помимо того, что зная, куда обращаться, никогда не поздно и крайне поощрительно самому создавать такие инициативы, которые помогают развить понимание вопроса и темы в нашем обществе. Потому что все всегда начинается с одного человека, и поэтому участие в таких лагерях и проявление собственной инициативы всегда станет полезной частью того, чтобы такая проблема была действительно чуть менее распространена, но знакома, понятна, и которая не пугала бы и о которой не стеснялись поговорить. О ней, возможно, нужно говорить больше, и мне кажется, что чем ты младше, возможно, чем ты более открытый и заинтересованный, тем легче будет донести ее до любого возраста. Как правило, в наш центр, реабилитационный центр для жертв торговли людьми, попадают к нам люди через механизм перенаправления. Это может быть МВД или какие-то другие неправительственные организации, которые могут обратиться к нам, и если ребенок попадает под нашу программу, мы можем его принять. Мы оказываем медицинскую, психологическую, гуманитарную помощь, юридическую помощь в том числе. То есть в центре можно получить всю эту комплексную помощь. И я хотела бы еще сказать, что самое главное для наших детей это любовь, внимание, уважение, чтобы всегда родители слышали ребенка, не обесценивали их слова. И всегда нужно донести до ребенка, и ребенок в первую очередь должен чувствовать то, что с любой проблемой, с любой ситуацией можно справиться. И именно родители сможет в этом им помочь, и чтобы они никогда не боялись обращаться за помощью к родителям. Дорогие онлайн-зрители, спасибо вам, что были с нами на протяжении этих трех дней. Мы верим, что дали вам большое количество полезной информации, и мы верим в то, что с вами и с вашими детьми все будет хорошо. Но если что, поверьте, есть люди, которые готовы вам помочь. Всю полезную информацию вы найдете в описании под этим видео, ссылки на сайт, не забываем про сайт smartparent.by, поиграйте в тест игру, которую мы подготовили специально для вас, и самое главное, научите своих детей видеть ложь. Спасибо вам, что были с нами, пишите комментарии, мы на них будем отвечать, и конечно же делитесь этим видео, потому что об этой проблеме стоит говорить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok